В день своей свадьбы Татьяна Сарачан, как любая другая девушка, хотела выглядеть безупречно. Но идеальному отражению в зеркале мешали чуть оттофыренные уши. Мне захотелось, потому что я хотела на свадьбу идеально гладкую прическу. Просто для гладкой прически я хотела идеально, чтобы уши были, прямо такая детская какая-то фантазия. Чтобы устранить этот недостаток, Татьяна решила лечь под нож хирурга. Для такой серьезной процедуры девушка выбрала самого известного в городе доктора. Сказала что-то так элементарно, просто, как сделать там маникюр-педикюр, то есть без вопросов, 15 минут, там, укольчик подшип, все. Но визит к хирургу Александру Дедуку обернулся настоящим кошмаром. Вместо обезболивающего Татьяне вкололи раствор, которым стерилизуют медицинские инструменты. На голове за ушами образовались огромные дыры размером с кулак. Из них постоянно сочилась кровь. Увидев весь этот ужас, жених Татьяны тут же сбежал. Свадьбу пришлось отменить. Разболелась сильно голова, я попросила просто вот эти вот бинтики, ватки, там, что-то, ну, все, что ты видишь, просто, ну, мне сложно было подойти к зеркалу, там, смотреть, вытаскивать. Я попросила сделать это его. Вытаскивает вот это все просто дрожащими руками, и падает в обморок. С того момента, вот, я его больше не видел. Как сквозь землю провалился и тот самый хирург, который сотворил такое с Татьяной. В клинике говорили, доктор в отпуске. Последствия ужасной операции из-за него пришлось исправлять коллегам. За год Татьяна перенесла 14 операций. Но сохранить ей уши врачам так и не удалось. Их пришлось полностью отрезать, а потом восстанавливать с помощью искусственных вещей. Здесь была полностью дыра. Здесь все наращивалось, кожа. То есть сережки приходится носить только для себя, потому что вот это вот все показать, как бы, людям невозможно пугать, да, людей. Татьяна все же вышла замуж уже за другого человека. Но и он сбежал вскоре после свадьбы. Возможно, да, как мужчина, он понимал, что вот та вот у нее вот такой недостаток, а вот рядышком ходят такие вот девушки, скажем так, без такого вот недостатка. Единственная радость в жизни – любимая дочка. И когда она вырастет, Татьяна строго-настрого запретит ей даже думать о пластических операциях. Вот тот день вы помните? Конечно, полностью. Вкратце можем его восстановить, вот цепочку событий? Да, конечно, можем. Мы пришли вместе с подругой на 9 часов утра, ну, оказывается, не было записано, что у нас вот операция сегодня должна быть. Но вы до этого уже были у этого врача, проконсультировались, сдали анализы? Нет, он сказал, анализы сдавать не надо. Девочки, вы что, ну какие анализы? Ну, не надо анализа, потому что это такая элементарная простая операция, это даже не операция, это там анализы не нужны, карточку не завел. То есть, просто взял это, ну, грубо говоря, подливачил между пациентами, которые были по записи. А не насторожило вас это? Знаете, тогда мне было там 19-20 лет, как-то... Ну, неважно, вы взрослые девочки. Ну, вот у нас Цицино и Александр, кстати, два пластических хирурга, известных специалиста. Вы узнавали у тех пациентов, среди которых вас взяли, тоже водили? Понимаете, это было на тот момент... Ошиткость для... Ну, мы одни из первых пациентов были, поэтому, ну, не было у кого расспросить. Мы не знали, как оно должно быть. А почему вы пошли именно к этому, врачу или в эту клинику? Во-первых, это не клиника. Самое смешное, что это государственная больница, хирургическое отделение, самая престижная больница в городе. Потрясающе, потрясающе. Самый квалифицированный доктор, как его характеризовали все. То есть, многие, скажем так, сказали... Он опытный доктор или начинающий? Опытный, то есть... Вам его порекомендовали как опытного? Да, да, порекомендовали. Но с его клиентами вы не общались? Нет, нет, просто их практически не было тогда, единицы. Но при этом он же был опытный. Вы же начинающий доктор, да? Начинающий, согласитесь. Но он опытный хирург, начинающий плащ. Начинающий опытный хирург, это нормально. Скажите, пожалуйста, все-таки, и что было дальше? Мы ждали больше трех часов. Мы уже думали уходить. Мы собирались уходить. Ах, как жаль, что не ушли-то. Да, жаль, очень жаль. Что ж, ничего не подсказала, никакая интуиция, что бежать отсюда надо. Хорошо, Танюша. Я оплатывала немножко, но, увы, не получилось, да. Ах, мату вы производили через кассу или на руки доктору? Мы должны были оплатить после операции ему лично на руки. Да. Это вот отсюда и прозвучало слово «ливачил», насколько я, естественно. Хорошо, что было дальше? Первая пошла подруга на операцию. То есть там уже было все негладко, потому что... А они тоже уши делали, да? Да, то же самое. Ее зовут, насколько я понимаю, Анастасия Лагвиненко. Да, да. Ваша близкая погружка, еще одна жертва доктора Дедуха. Она сегодня тоже в нашей студии. Встречайте, прошу. Здравствуйте, Анастасия. Ну, просто вдвоем вспоминать будет проще. Только единственное, насколько я понимаю, вы не так сильно пострадали, как ваша подруга. Да, у меня одно ухо. Ну, покажите свои уши-то нам. Вот. Да, вы пошли первая на операцию. Да, я пошла первая. Как вы поняли, что что-то пошло не так? После того, как доктор сделал укол, у меня ухо начало очень гореть. Я ему сказала, и он начал говорить, как это ты не терпишь? Говорит, маленькие дети терпят. Говорит, нежная пришла здесь. После этого он сделал мне еще один укол. И тогда уже чувствительность пропала. Потом он что-то вот резал, подшивал, перебинтовал меня и отвел в палату. Насколько я понимаю, потом были вы, Татьяна, да? Да, да, да. То есть, Настя, когда вышла, мы на пороге палаты встречаемся, я ее, естественно, спрашиваю, Настя, как там? Она сразу меня настроила. Говорит, очень-очень болезненный укол, очень мне было больно. Вот переживи этот, потерпи этот укол, и потом будет все нормально. То есть, я заходила в операционную, я уже была настроена. Так, сейчас надо терпеть, надо сильно потерпеть, чтобы там укол, как бы этот пережить, и все. Ну, реально, я уже была настроена к боли, да? Я была готова к боли, но это было чересчур. То есть, ну, терпеть ее было невозможно. Естественно, я там и кричала, и вырывалась. На что он вообще взбесился, говорит, что это такое? Пришли тут фифочки, что вы мне тут устраиваете? Что вы тут такой цирк, мне тут балаган, зачем мне это все надо? То есть, ну, он очень начал резко это возмущаться. Ну, пришлось уже терпеть, я не знаю, из каких даже сил. То есть, сам врач не понял, что что-то идет не так в этот момент? Потому что обычно это не так болезненно. Во-первых, да. Но самый первый нюанс был, когда ему подсказывали даже там медсестры, и постоянно это был как проходной двор. Было всем интересно, это была новинка. Все прибегали в операционную смотреть. И все, вот когда Настя была на операции, все говорили, медсестра там подтверждает, побелело ухо, почему оно побелело? Он говорит, это все в пределах нормы, все нормально. Вас прооперировали, положили рядом с подругой, да, в стационар? Там не стационар был, это, то есть, нам сделали эту операцию, мы должны были посидеть полчасика и идти домой. Все. Он пришел, доктор это, да, прибегает, развязывает Настю, то есть, у него квадратные глаза, он белеет, я сама заглядываю, смотрю, что там. У меня слов нету, просто ухо уже начало, ну, оно белое, сереет, желтеет, то есть, там такие разные оттенки уже идут. Ну, видно, что это все ненормально. А что вы подумали про себя в этот момент, когда увидели ухо подруги? Не, я сразу поняла, что у меня то же самое, я сразу же поняла, то есть, и я поняла, что мы уже, да, мы уже попали, то есть. Что доктор? Убежал. Он срывает с меня повязку и быстро вылетел из палаты, все, больше мы его не видели. Он еще такой самоуверенный трусишка такой. Он исчез из города или какого-то? Да, он слова не сказал, даже слова не сказал, все. А, Боже мой. Мы были в глубоком шоке, мы смотрели просто друг на дружку, я не знаю, сколько там, пару минут, наверное, да, потом прибежали, весь, наверное, медперсонал, тут у нас вообще паника началась, мы понимаем, что это уже очень-очень серьезно, если все собрались. Сразу потащили нас промывать это все дело, но было уже очень поздно, результатов было ноль. Настю сразу забрали на операцию, меня, ну, поскольку доктора делали, ну, одна группа докторов, ее забрали на операцию, меня не было куда забирать, отправили в варокамеру. Они вам сказали, вот эти врачи, что вы можете потерять? Нет, они этого не говорили. Нет, нам никто, мы уже просто когда проснулись, нас поставили перед фактом, пришлось обрезать. Пришлось все обрезать, потому что некроз, сильнейший некроз, надо было все резать. Значит, сначала вас проаберировали? Меня, да, сначала. Под общим наркозом, уже серьезная операция? Да, под общим. Значит, потом вас насквозили? А потом меня более пяти часов. И утром? И утром мы, да, в реанимации вместе, рядышком, то есть голова вся в крови, потому что это сукровица, кровь, все текло, то есть и текло еще это все очень долго, то есть практически год я была в больнице, Настя чуть меньше, ну, потому что как бы в два раза меньше проблема. А врач вас не посещал? Нет. Нет, ни разу. Он не пришел, не извинился, ну, вообще, мы его, реально, мы его с того момента не видели. Но он в этой клинике продолжает работать или продолжал после? Да, да, вот этот доктор. То есть он никак не был наказан, этот очаровательный. Я обращаю внимание, вот он, Александр Дедух. Дедух, да. Да, вот этот замечательный хирург, который продал, и он и сейчас, по сей день работает в этой клинике? Он работает, он повысил квалификацию, работает. Вы с чем к нам приехали? Ну, у нас есть в городе доктор Марков. Я пришла к нему с маленьким пятнышком, было на лице у меня, маленькое пятнышко. А эта сволочь сделала так, что ожог на моей щеке сейчас, ожог третьей степени. Вот внимание на экран, прошу. Аида Сагратян покрывает лицо толстым слоем тонального крема. Так девушка скрывает страшные рубцы от неудачной пластической операции. Я боюсь просто каждый день подходить к зеркалу и смотреть на себя. Аида до сих пор жалеет о том дне, когда пришла к пластическому хирургу, чтобы удалить сосудистую звездочку на щеке. Простая, казалось бы, операция обезобразила ее лицо до такой степени, что несколько месяцев ей пришлось носить медицинскую маску. Три с половиной месяца прошло, еще больше начало все вот это. Здесь у меня шрам, здесь отек образовался. Когда его не было, здесь тоже шрам остался. Ну, не такой большой, конечно, но остался. После той злополучной операции Аида боялась показываться на людях. Но чтобы кормить ребенка и оплачивать съемное жилье, ей пришлось выйти на работу. К тому же часть денег на операцию Аида заняла у знакомых. Нужно было отдавать долг. Тогда девушка была на грани отчаяния. Потом он еще предложил мне делать этот коллаген. Но у меня нет денег делать коллаген. Доктор Марков, который изуродовал лицо девушки, пообещал исправить страшную ошибку. Но за отдельную плату. А когда узнал, что денег у девушки больше нет, попросту перестал отвечать на ее звонки. Застать его в клинике Аиде тоже не удавалось. Последнее, что оставалось девушке, это написать заявление на доктора Маркова в прокуратуру. Дооперационную у вас есть? Вот дооперационная фотография. Да, да, да. И вот то, что было. Здесь даже еще, по-моему, нет вот этой звездочки у вас. Ну, есть, но она чуть-чуть потанала. Ну, ее не видно фактически. И вот к чему все привело. Вы хотите сказать, что это вот результат неправильной непрофессиональной помощи? Мне вообще сказали, что он на мне первый раз эту операцию такую делал. Существует в норме несколько видов заживления раны. После прокола в ухо рубец может дорасти до живота. Это не зависит от врача. Здесь нельзя говорить, что это ошибка врача. То есть вы тоже нельзя говорить об ошибке врача? Нет, нет. Это тип заживления раны. Управляемый процесс. Совершенно управляемый процесс. Скажите, я просто... Вам кенолог вкололи, да. Вам надо его колоть три раза. Еще время не прошло. С перерывом 45 дней. Деньги же это все колотят. И вот этот цвет исчезнет у вас. Ваша жизнь, Аида, после операции очень сильных занялась. Конечно, у меня же не было ни рубцов, ни шрама, ничего. Достаточно мало времени. Рубцы могут еще созреть, побелеть, побледить. И, скорее всего, они будут намного менее заметны. Не надо пока бояться, потому что... Еще время не прошло. Но факт остается фактом. Уже сколько? Полгода, фактически. Дальше больше полугода. Аида не может жить нормальной жизнью, к которой она привыкла. Что сказали вам в прокуратуре? Куда вы обратились заявлением? Что мое дело соединились с девочкой, которая умерла. Сейчас дело в полицию. Уголовное дело заведено. У того же доктора и два таких чудовищных случая. Это вас никак не останавливает? Нет. Ну, совершенно другие диагнозы, во-первых. У каждого человека организм сложно. Скажите мне хоть одного хирурга, пластического, не пластического, которого не было осложнено. У довольных и довольных пациентов. Я соглашусь, специфика профессии такая, но это очень сложно объяснить людям, у которых в результате пустяковой операции, как иногда говорят хирурги, изуродовано лицо. Вы готовы идти до конца? Ну да, я хочу переделать все вот это. Называет ощущение, ну, впечатление женщины, не заинтересованной собственной судьбе. Человек, который, извините, спекулирует на жалости к себе, но при этом не знает даже диагноза, с которым она пришла к врачу. Она не обладает фактами. Как можно обвинять врача, если ты не знаешь даже диагноза и не следуешь его указаниям? Аида, скажите, а вдруг, вот как говорят наши специалисты, их у нас сегодня все-таки несколько, через какое-то время все наладится? Да, а вы принесете извинения такие же публичные? Если наладится, принесу. Будем ждать. Продолжение следует...